Первую прививку от гриппа своему сыну Инна Киселева поставила несколько лет назад. С тех пор вакцинирует ребенка ежегодно. Отмечает, мальчик стал реже болеть и пропускать занятия в школе из-за сезонной простуды. Сейчас класс ребенка находится на дистанционном обучении, но при желании у медсестры общеобразовательного учреждения можно взять направление в районную поликлинику и вакцинироваться, не нарушая ежегодный график. Я только за прививки. Дети переносят неплохо, болеют реже, поэтому мы за прививки. Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно привить 60% младшего населения региона. Прививка детям необходима, отмечают медики, особенно в сезон повышенной заболеваемости. Она защищает нас от тяжелого течения гриппа, от присоединения каких-то других инфекций, которые могут усложнить течение гриппа. В настоящее время в поликлинику поступили вакцины Ультрикс-Квадри и Гриппол-Плюс. По направлению из детского сада и школы прививку сделают быстро, пригласив ребенка в лечебное учреждение в назначенное время. Они сразу приходят сюда, потом идут в прививочные кабинеты. То есть они минуют регистратуру. Мы просто это делаем для удобства, чтобы охватить детей вакцинацией. Процедурные кабинеты в Третьей Толятинской поликлинике работают с 8 утра до 8 вечера. Перед вакцинацией ребенка осматривает врач, измеряет температуру тела, сатурацию, если все показатели в норме, вакцинирует. Маленьким пациентам необходимо прийти в поликлинику в сопровождении законных представителей или опекунов, для того, чтобы оформить согласие на процедуру. Ольга Павлова, События.